Всем привет! Сегодня у меня пересадка вот такой вот растущий верх орхидейки номер 72. 7 февраля 22 года она у меня появилась. Ну и выглядит в принципе вот так, как вы видите. Но она постоянно переваливается. В общем, корней у нее достаточно в горшочке. Влаги ей не хватает, потому что слишком маленький горшок. Было принято решение воспользоваться ростом орхидеи и пересадить ее в больший объем. Вот. Здесь есть испорченные корешочки. Вот они. Я их удалю. Так. Еще есть корешочек. Еще. Корешочки истлевшие. Скорее всего, они пропали из-за того, что находились в воде долгое время. Внизу посадки вода, да, остается после полива. Я ее не сливаю ни с каких своих растений. И вот нижние корешочки подпортились. Ничего страшного. На жизнь орхидеи это никак не влияет. У нее достаточно здоровых, хороших корней. Так. Ну, в принципе, вот так вот. Нельзя сказать, что корни прям заполонили горшок из-за этого пересадка. Нет. Такого нет. Но орхидейка нестабильна была в своей посадке. Мне это неудобно. Травма опасна для растения. Поэтому мы видим то, что мы видим. Конкретно пересадку этой орхидейки. Так. Воздушные корни я немного увлажнила. Но листочки, кстати, не протирала даже от пыли. Будет весенняя помывка. Тогда я уделю особое внимание листикам. Так. Вот засоленные какие-то коринки я убираю. Есть вот такая. Это там или плесень, или мох. Остальное все можно использовать, потому что кара еще в хорошем состоянии. Ну, и экосистему посадки так проще восстановить. Привычную для растения. То есть растение быстрее адаптируется. Вот такой горшочек я подобрала. Надеюсь, сейчас я смогу в него вот эти корни разлапистые опустить. Вот. И расправить орхидейку. Отлично. Отлично. Все замечательно. Теперь придерживаю орхидейку и крупные куски коры, не галтованной лесной, не обработанной, я отправляю вниз закрытой системы посадки. Именно крупная кора даст возможность циркулировать воздуху в корнях этой орхидейки. И она будет прекрасно расти, как и все ее подруги, которые посажены, даже некоторые вот точно в такие же горшочки. Не помню уж от чего они были. А, по-моему, арбузы и дыни бы продавали в магазине. Так, нижний слой. Крупные куски коры идут. И внутрь корневого стаканчика вот этого. Вот так. Кстати, я не знаю, как цветет эта орхидея. У меня она еще не цвела. Так что это еще неразгаданный сюрприз. В середину посадки отправляю мох, как я это люблю делать, по краешку горшка. Поливать растения я буду, наверное, через неделю путем пролива. А так же специально не замачиваю. Ну, если уж, конечно, совсем уж не увижу, что тургор теряется, и как-то плохо адаптируется орхидейка, тогда я, наверное, буду какие-то специальные для нее меры предпринимать, чтобы привести ее в сознание, так сказать, в чувства. Кору я внутрь продолжаю складывать вон туда, в серединку. А мох по краю, по краю, по краю. Так, где тут еще его нет? Вот здесь вот корешочек сверху надломился. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Вот, видите, надломился. Но это не страшно. Пересадки без надломов невозможны, к сожалению. Или даже не могу сказать, что, к сожалению, так уж природа устроила. Так, что здесь? Здесь можно вот ее кору как раз-таки из ее посадки, она более мелкая, сверху ее накидать быстренько. Со всех сторон. Так, можно простучать, если она там где-то найдет местечко, провалится внутрь. Но тут, по-моему, нет такого места, где можно дорожку себе найти. Все, теперь орхидейка очень хорошо стоит. У нее внизу там камушек. Потому что горшок очень легкий, поэтому я голышок с моря определила на дно посадки. Какая-то палка. Так, посмотрим. Вот так выглядит. Здесь есть дренаж в виде керамзита. Там внутри вот утяжеляющий камушек. Вот воздушный корень пошел. Мох, да, мелкая кора и крупная кора. Все поливать буду через недельку, как я уже сказала. Единственное, что нужно, конечно же, этикеточку переклеить. Так, пересадка. Апрель 23-го года. Отправляю на ее законное место, на стеллаж, под лампу, там же, где она стояла. Если условия не меняются, то орхидейка быстрее входит в посадку и практически не замечает ее. А возможно, этот легкий стресс будет стимулом для выпуска цветоноса. И мы с ней познакомимся лично. Может быть, даже фотографию на паспорт сделаем. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!